Всем привет! Рады приветствовать вас на канале Родный Футбол. В сегодняшнем ролике мы расскажем, как сложилась судьба некогда известных белорусских футболистов и о том, чем они сейчас занимаются. Мы планируем несколько видео, посвященные данной теме, поэтому напишите в комментариях о том, о ком бы вы хотели узнать в следующих наших видео. Ну а мы начинаем. Не переключайтесь, будет интересно. Роман Василюк. Без сомнений легенда белорусского футбола. Рекордсмен по голам в чемпионате Беларуси. Их набралось аж 258. Фантастическая цифра по нынешним реалям. Двукратный чемпион Беларуси. Дважды лучший бомбардир в высшей лиге. За сборную Беларуси провел 25 матчей и забил 10 мячей. Как сложилась жизнь после завершения карьеры? Повесив бутсы на гвоздь в 40 лет, Василюк ушел немного в тень, но остался в футболе. Работал в системе Брестского Динамо. Был скаутом в Академии клуба. Пробыл на этой должности до августа 2021 года, пока не сел в кресло спортивного директора Брестского Руха, чем вызвало недовольство многих болельщиков Динамо. За несколько месяцев, что Василюк пробыл в должности, Рух так и не сделал каких-либо громких приобретений. В сезоне 2021 года Форвард поучаствовал в 10 матчах за Брест-Жилстрой. Из третьего дивизиона и забил 3 мяча. А в розыгрыше кубка сезона 2021 дошел с коллективом до 1.64. Сейчас Экс Форвард живет с семьей в Бресте, пребывает в статусе безработного. Но из футбола не ушел. Бегает с любителями из Бреста-Жилстроя в чемпионате Брестской области. Виталий Родионов завершил карьеру в 34 года. 12-ти кратный чемпион Беларуси, 9-ти кратный обладатель кубка и суперкубка. Победитель второй Бундеслиги в составе Фраймбурга. Дважды лучший футболист чемпионата Беларуси. Трижды лучший бомбардир. Шесть раз признавался лучшим нападающим чемпионатом Беларуси. Большую часть карьеры провел в БТ и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Как сложилась жизнь после завершения карьеры? Уйдя на пенсию, клуб покинул не сразу. С января 2018 по апрель 2019 работал в структуре БТ. Основатель и многолетний руководитель клуба Анатолий Капский видел в Родионове своего преемника. Но тот главой футбольного клуба так и не стал. В БТ он чуть больше года выполнил функции спортивного директора. И в основном ввел переговоры с игроками клуба о продлении контрактов. Виталий покинул БТ в апреле 2019, а в августе стал начальником команды «Энергетик БГУ». Но тот задержался на еще меньше срок. От студентов ушел в марте 2020. Тогда же экс-форвард получил тренерскую лицензию категории «Б». 1 апреля 2022 года АБФ объявила, что аккредитовала Родионова в качестве футбольного агента. О таком повороте в судьбе экс-футболиста многие действующие агенты узнали из прессы. Валерий Стрепейкис. Чемпион Беларуси. Четырежды лучший бомбардир чемпионата Беларуси. Первый белорусский футболист, преодолевший отметку в 200 голов на высшем уровне. Как сложилась жизнь после завершения карьеры? Только-только повесив бутсы на гвоздь, Стрепейкис окунулся в тренерскую работу. В январе 2012 возглавил дубль «Нафтана» и команда финишировала четвертой. Но уже в начале 2013 года стал старшим тренером первой новополоской команды, ассировая Павлу Кучерову. После ухода украинца в Минское Динамо в июне был назначен главным. В сезоне 2014 года едва не привел коллектив к медалям. Входил в состав тренерского штаба Игоря Кривушенко в национальной сборной. Чем занимается сейчас? После возвращения в «Нафтана» некоторое время помогал украинцу Тарасу Чопику. Потом был исполняющим обязанности главного тренера и главным. В январе 2022 года руководство клуба пригласило на должность рулевого Вячеслава Герасченко, который одним из своих помощников сделал как раз 47-летнего Стрепейкиса. Тимофей Калачев, дважды лучший футболист страны. Провел 76 матчей за сборную Беларуси. Закончил в Ростове, где стал настоящей легендой. 295 матчей во всех турнирах, 24 гола и 74 асиста. Как сложилась жизнь после завершения карьеры? Выйдя на пенсию, Калачев не вернулся на родину, а остался в Ростове, куда перевез семью и маму. Сам Калачев пару лет назад принял российское гражданство. Вне футбола Тимофей оставался недолго. Через полгода стал старшим тренером Академии Ростова. Где лицензии Аккуировал воспитание дончан в возрасте 15-17 лет. И тренировал команду 2004 года рождения. В июне 2021 года 40-летний Калачев покинул Ростов. И решил попробовать себя на более высоком уровне. Вошел в тренерский штаб Сергея Ташуева в Чайке. Подписав соглашение до конца сезона 2021-2022 года. При этом специалиста не смутило, что команду из-за участия в договорных матчах опустили ФНЛ-2. Чем занимается сейчас? В марте 2022 года Ташуев покинул Чайку. По признанию того, из-за непростой финансовой ситуации в клубе. Вместе с ним ушли еще три тренера. А вот Калачев остался вместе с Андреем Черенковым. Сейчас 41-летний специалист прибывает в творческом отпуске. Ждет предложений. А все свободное время посвящает семье. Максим Ромащенко. Уроженец города Павлограда Днепропетровской области. В Беларусь переехал в 93-м году. А уже в следующем получил белорусский паспорт. Из всех своих главных успехов достиг на второй родине. Стал чемпионом страны. Футболистом года в Беларуси. Но за национальную сборную провел 64 матча. В которой отличился 20 раз. Что до сих пор позволяет Ромащенко быть лучшим бомбардиром в истории сборной Беларуси. Буцена гвоздь полузащитник повесил в 37 лет. Главной причиной, по словам футболиста, стало то, что в 37 лет он уже не мог выступать на хорошем уровне и показывать стабильную игру. Ромащенко не вернулся в Украину. И не обосновался в Беларуси. Где были его родители, а остался в Москве. Чем сейчас занимается? Ромащенко по-прежнему живет в Москве и на данный момент с футболом вообще никак не связан. Не играет уже даже в матчах любителей. В которых принимал очень активное участие пару лет назад. На этом на сегодня все. С вами был канал Родный Футбол. Еще увидимся.